Привет! Это рубрика Мотозона и сегодня у нас потрясающе красивый мотоцикл! Прямо вот знаете, байк из серии увидел и сразу влюбился! Это Yamaha XV 1700 Warrior. Многие из вас просили снять про него видео и я искренне думал до сегодняшнего утра, что я на этом мотоцикле никогда не ездил. На самом деле это не совсем так, но почему я об этом забыл, расскажу чуть-чуть попозже. Это тоже интересная история. Пока что начнем с главного. Итого, это байк, который начали выпускать в 2002 году и закончили в 2010. В чем здесь прикол? В том, что у Yamaha вообще есть такая традиция, выпуская круизерные линейки, делать несколько разных моделей. Ну так и Harley делает, так многие делают. Но у Yamaha между этими моделями такая существенная смысловая дистанция. То есть, скажем, X-Vest 1300. Там есть Striker, про который я тоже снимал, и есть такие более туристические модели, такие основательные, тяжелые. Это по-настоящему разные мотоциклы. Можно вспомнить 1900 серию. Там опять же есть Raider, такой свирепый маслбайк, и есть тот же, ну, Stratoliner. И они правда очень разные. И мало друг на друга похожие. В случае X-V 1700 ситуация похожая, потому что вроде бы все просто. И это семейство состоит из двух моделей. Одна из них это Warrior. По-моему, обозначение PC у этих моделек. И есть еще туристическая версия Roadstar. Там, правда, разнообразия уже побольше. Вроде бы в целом 4 примерно разновидности. Причем есть модификация Silverado, модификация Midnight и модификация Midnight Silverado. Вот такое вот широкое разнообразие. С Warrior картина попроще. Но вот что интересно. Вроде бы и там, и тут Yamaha XV 1700. Но на самом деле это два, в общем, разных круизера, я вам хочу сказать. Потому что Roadstar отличается рамой, отличается передней подвеской, отличается мотором, отличается назначением и отличается, вообще говоря, примерно всем. Вот такая вот картина. А что касается Warrior, то это такой, знаете, Power Cruiser броский, мощный, быстрый и, надо сказать, классный. Снег, дубак и зима на улице, товарищи. Но весна будет и будет обязательно лето, будет мотосезон. Но уже сейчас имеет смысл вспомнить о том, что в линейке Berkut есть вот такой очень классный мотокомпрессор. Он компактный, он удобный, он эффективный. И он, поверьте мне, надежный. Я не один десяток колес им накачал. А еще в линейке Berkut есть вот такие пускочки. Это GSL 1500. Он тоже удобный, тоже компактный, тоже классный и тоже надежный. Компрессор работает либо от розетки, либо от вот такого пускача. Поэтому компания Berkut предлагает комбо купить оба девайса сразу. Причем, кстати говоря, по моему промо-коду это удастся сделать дешевле. Ссылки есть в описании. От себя я добавлю, что и компрессор классная штука, и такой пускач тем более. Особенно для нас, мотоциклистов. Это же не только штуковина, которой заводят моторы. Это еще и приличный пауэрбанк, который в поездках бывает ох как не лишним. В общем, ссылки в описании, повторюсь. Вещь стоящая, а мы продолжаем. Давайте-ка начнем с мотора, потому что он выглядит классно. И ехать должен тоже очень и очень бодро. Пойдемте подойдем поближе. Интересно вот что. Warrior выпускали 8 лет, не так уж мало. С 2 по 10 год, как я говорил. Roadstar еще дольше, до 15 года. Хотя начало производства, позже Warrior, но не суть. Учитывая, что все-таки одно семейство, его конвейерная жизнь была достаточно долгой. С 2 по 15 год. Как бы все понятно. Но технически это продолжатели дела другой модели. XV 1600, которую выпускали всего несколько лет. С 99 по 2003 год, кажется. И вот двигатель здесь, это тоже как бы мотор от XV 1600, но доработанный, увеличился объем, изменилась конструкция, потому что здесь у нас, например, инжектор, там, понятно, был еще карбюратор. Изменилось многое. Здесь 135 ньютон-метров и 84, кажется, лошадиные силы. Опять же, мы вспоминаем Roadstar, и там все чуть иначе. Там мощности как бы поменьше, а крутящего момента, наоборот, побольше, 145 ньютон-метров. В придачу ко всему мотор Roadstar сначала выпускался с карбюратором Mikuni, и в 2008 году там появился инжектор, насколько я помню. Одна общая черта, причем малоприятная, есть у этих силовых установок, коробка передач, 5-ступенчатая. И ключевая жалоба на эти мотоциклы, она в том, что им катастрофически не хватает 6-й передачи. Потому что где-то там ты на 80 км в час включаешь пятую, и потом до конца поездки пытаешься врубить шестую, которой нет, если едешь в дальнобой. Причем проблема в чем? Люди пытались что-то с этим сделать. Найти либо какие-то тюнинговые коробки, а их нет. Найти что-то еще, этого чего-то тоже нет. В общем, отсутствие 6-й передачи, это не просто проблема, а проблема в придачу нерешаемая. То есть есть какие-то абсолютно хардкорные решения с привинчиванием 6-ступенчатой коробки, но там уже прям вот вообще трэш. Еще одна особенность в том, что тут есть так называемая промежуточная передача, или в оригинале трансфер-гир, вроде примерно так. Собственно, задача у нее предельно проста. Сделать так, чтобы ремень находился с той стороны мотоцикла. Я не до конца понимаю, зачем это все надо, но важно иметь в виду, что в этой самой трансфер-гир свое собственное трансмиссионное масло, которое тоже надо время от времени менять, иногда это упускают из виду и заканчивается, естественно, поломками. Кстати, о поломках. Еще одна особенность мотора, в целом очень надежного при нормальном обслуживании, в том, что все-таки с ним непросто иметь дело. Здесь по две свечи на цилиндр, и некоторые из этих свечей ты еще поди достань. То есть, как рассказывают люди, в принципе, здесь не нужно никакого странного, там, хитро выдуманного инструмента. Все, в принципе, делается совершенно обычным набором, но иногда нужны очень длинные, чрезвычайно ловкие пальцы, потому что не везде ты еще ими залезешь. Два воздушных фильтра в своих корпусах, вообще, ну, как бы достаточно непростой мотор. Еще одна важная фишка мотоцикла в том, что здесь у нас алюминиевая рама. Алюминиевая. А у родного брата этого мотоцикла, который Roadstar, который туристический с кофрами, там рама стальная. И есть известное поверье, что алюминиевые рамы хрупкие, они легко отрезкаются и ломаются, но это из разряда мифов и легенд. Что касается боевой природы этого мотоцикла, это же Power Cruiser, вроде как быстрый, мощный байк. Он про скорость? Да. Передняя подвеска на это недвусмысленно намекает. Потому что, опять же, в отличие от родного братца, у нас здесь перевернутая вилка, диаметр перей в 43 миллиметра. Кстати, перышки побольше у Roadstar, но там вилка, насколько я понимаю, классическая. Два тормозных диска, их диаметр примерно 3 сантиметра, по-моему, 298 миллиметров. Четырехпоршневые суппорты, что важно, здесь радиальные тормоза, а на Roadstar тормоза обычные. То есть здесь все чуть более по-спортивному, чуть более заточено под агрессивную езду. Пожалуй, ключевая деталь, которая вот лично мне поперву глаз режет в этом мотоцикле, хотя допускаю, что именно поперву, система выхлопа. Потому что более огромной дудки я, кажется, не видел. Такой тромбонище сюда привинтили, что мало не покажется. Я не знаю, чем руководствовались дизайнеры, но он выглядит, на мой взгляд, несколько странно. Я, впрочем, допускаю, что когда ты с этим мотоциклом умеешь дело относительно долго, ты сначала привыкаешь к его внешнему виду, потом разгадываешь замысел дизайнеров, а потом вместе с ними начинаешь любить мотоцикл таким, какой он есть. Владелец этого мотоцикла сумел поймать дзен стокового Warrior, поэтому в нашем случае мотоцикл практически стандартный. Да, изменения есть, но минимальные. Только чтобы подправить какие-то мелочи. То есть стоковый руль не нравился, заменил на тот, который нравится. Хорошо. Задний каток стал чуть-чуть пошире. Он вообще-то не был особенно узким даже в стандартной версии. Сейчас 240-я покрышка сзади, насколько я понимаю. Чтобы ее установить, не пришлось что-то радикально перепиливать. Слегка болгарочкой подточить маятник, и такое колесико сюда закатывается и прекраснейшим образом встает. Помните, я говорил, что прежде ездил на Warrior? Я об этом вспомнил в очень странных обстоятельствах. Подойду к ним немножечко сбоку. Это очень красивый мотоцикл, и он вызывает невольное желание построить из него кастом. Дико красивый мотор, дико классное очертание. Но из-за того, что в мотоцикле изначально заложен очень мощный характер, он сам диктует стилистику. То есть что-то из Warrior не делай, у тебя получится чоппер. Ну, скорее всего. Да, были исключения, но, как правило, именно чопперы получались. Вот, скажем, работа Thunderbike. Знаменитая компания, делают круто. В данном случае вообще, что называется, Камара носа не поточат. Во всяком случае, мне очень нравится эта работа. В ней много классики, но, с другой стороны, много как бы современных решений. Все это выглядит и свежо, и бодро, и задорно. Хотя, на самом деле, проекты далеко не вчера и не позавчера построены. Несколько лет назад до сих пор современно смотрятся. Вообще класс, вопросов нет. Есть, конечно, вещи более, скажем так, яркие, что ли. Вот, пожалуйте, вам Rush Moto. На цыганском, на мой взгляд, написан этот кастом. Такой, знаете, чоппер-шоу-стоппер с полным набором всей этой необходимой атрибутики. От богатой графики до немыслимых размеров плуга. В общем, все как полагается. Кстати, бюджет проекта 72 тысячи долларов. Если это вдруг кому интересно, вот столько стоит красота по-американски. Но, залез я в картинки. А это что у нас? А это работа белорусских парней из Спарта Гараж. Я же снимал про нее видосы, снимал про нее телевизионную программу. Я катался на этом мотоцикле по дорожкам где-то недалеко от Минска. Просто я начисто забыл, что там в основе Warrior. Ребята его очень сильно переработали. Причем ведь, что интересно, там классно сделанная работа. Там весь обвес, вся капотировка новая, причем металлическая, это не пластмасса, как бы ни казалось со стороны. Это все металл, металл с классной графикой, в придачу ко всему. Причем ребята подошли к делу задором, я бы сказал. Там концепция в том, что мы делаем новое поколение Yamaha Warrior. И больше, не меньше. Вот японцы не хотят делать новое поколение, а мы хотим. В 21 веке вот так должен выглядеть этот мотоцикл. Такая мощная заявка на лидерство вполне оправдана результатом. Потому что то, что сделали белорусы, ну как минимум не хуже работы крупных мастерских. А зачастую, я бы сказал, и получше. В общем, Спарта Гараж красавчики. Кстати, вот чтобы эту тему раскрыть пополнее, я фотки понравившихся мне проектов, а может не понравившихся, единой такой подборочкой выложу к себе в Телеграм. И вот сходите и посмотрите, что еще у кого получалось на базе вот этого мотоцикла. Ссылка на Телегу в описании. А мы тем временем переходим к покатушкам. Я сейчас обрежаюсь в экип Димокс, которым я в этом сезоне езжу. Это российский бренд, ссылки тоже в описании. И, собственно, еду кататься. Врубаешь первую, отпускаешь сцепление и вперед. Все-таки Warrior это истинный круизер. В том смысле, что кайфовать начинаешь прямо в момент старта. Водительское счастье живет не на трехзначных скоростях. И удовольствие приносит уже момент трогания с места. И это, кстати, один из главных плюсов круизеров, как повседневного дорожного транспорта. Другой важный для нас плюс, что Warrior сделан с расчетом на довольно крупных райдеров тоже. Я не особо высок, 177 сантиметров, но владелец здоровый высокий парень и ему отлично. Ну и посадка, во всяком случае в нынешней конфигурации, располагает к бодрым ускорениям с места. Мотор по субъективным ощущениям уступает двигателю райдер не так много. То есть по характеру они близки, и если уж выбирать райдер, то потому что он новее и круче. Ждать от него принципиально других возможностей вряд ли имеет смысл. Но это рассуждение, построенное на опыте городской езды. Управляемость показалась не то чтобы легкой, но хотя бы понятной. Именно такую и ждешь от большого круизера. Подвеска позволяет комфортно перекатывать небольшие неровности, но на этом все. Прощать много и она не готова. Опять же, как у большинства мотоциклов такого рода. Звук, внешний вид, крутящий момент. Вот три главных козыря, три повода полюбить Warrior. В целом этот байк не воспринимается чрезвычайно тяжелым. И с этой точки зрения он, наверное, является собой золотую середину между XVS 1300 и 1900 линейкой. Потому что райдер, да, он классный. Да, в нем море момента. Да, это прям брутальный, быстрый, такой лютый байк, летающий кувалдой эдакой. Но все-таки он тяжеловат, он не слишком удобен в ограниченных пространствах. Маневрируя на нем, ты скорее страдаешь, чем наслаждаешься. Вот все-таки Warrior, как мне кажется, это как раз нечто среднее. Это парень более мускулистый и злой, чем Striker. Но не настолько тяжеловесный, насколько райдер. В общем, все, конечно, надо пробовать и примерять на себя. Но пока такое ощущение. Очень гармоничная вещь, я вам хочу сказать, потому что он выглядит, как едет, а едет, как выглядит. И вот в этом кайф Warrior. Здесь форма полностью соответствует содержанию. Я не буду ничего говорить о том, сколько сегодня такие мотоциклы стоят. Потому что, ну, ситуация на рынке как бы непростая. К тому же она постоянно меняется. Захотите узнать цену, в конце концов, сами посмотрите. Я под занавес только порекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал. В день выхода этого видоса я, наверное, вывешу туда подборку самых интересных, на мой взгляд, кастомов на базе этого мотоцикла. Ссылка на телеграм, естественно, в описании. А на этом у меня все. А с вас, ну, как обычно, лайки, дизлайки и, конечно, комментарии экспертов.